всем доброе утро собираюсь кардиологу и заедем в магазин чижик посмотрим где-то на баумана 6 мне написали это магазин по моему там апельсин или мандарин я уже не помню потому что я не видела в общем будем проезжать мимо посмотрим поликлинике здесь у нас такие дома улица гравтио взрослые поликлиника поликлиника здесь детская и рядом взрослые приехали еще рано а муж говорит на 30 или записала секретарь так вроде у нее там какой трудный будем еще рано приехать сидим и ждем какие есть цветочки этот щучий хвост что летящий язык еще называется цветок длинный впереди еще два человека он тут два человека что она запаздывает с опозданием не принимает пришли мы вот на улице пирогов приехали магазин чижик посоль 69 по домашним печеная но хорошая наверно если ты хочешь ты живут раньше на работу все брал сейчас даже на домашнем питание если хочешь возьми огурцы гринола миленькие такие маринованные вот есть у нас огурцы это фисташки кешью 129,90 кешью посмотри какие вроде бы так цена от 70 к нему То ж никто не стоит не 100 грамм а не там может взять пачку ну ка посмотрю я я хотела посмотреть на просвет вроде ничего давай возьми возьми кешью возьми кешью ты же положил обратно баклажан кстати у нас там есть этот маленькая банка дома возьми если хочешь на вот такая баночка я все купала это икра из кабачков ладно будет классический геркулес тут еще завтраки мисли сливки вести процентный молоко овсяное здесь делали хочу от рулет с маком взять а здесь да то есть джензи на мне пожалуйста а хлеб нам надо кстати милет нет и дарницкий да там из какой-то роли цветчиною с сыром здесь излим отрубанные изделия кстати хлеб там заканчивается хлеб нам надо ватрушка домашнюю ватрушка домашнюю тоже 29 видимо был привод хлеба трубной но трубной не знаю у меня там заканчивается я буду есть а у тебя есть сказать ездили давай возьмем я в холодильник положу яйца куриные первые категории 58 рублей щедрый год так какой тут 25 число 25 число яйца нам кстати тоже надо первые категория вроде бы так и ничего яйца на что-то вот эти вот нулевка такие такого размера стали деревенские правда мы собираем давай возьмем десятки здесь вон что-то фрукты какие-то есть лимон лимон нам надо тоже там взять ваш за здесь вот платочки носовые гель до для душа долив 149-90 ну вот еще крем-мыло 99 рублей густой такой крем-мыло уход и увлажнение у меня еще есть конечно фаберликовский диски 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 можно и диски собственно взять посмотреть что за диски колгейт паста крем-мысто 990 это вот лечебные травы сплат 149-90 так где у меня мой так что там лимончик взял больше ничего там такого нет грушеву сто шестьсот девять грушеву сто шестьсот девять грушеву сто семьдесят девять огурцы сто двадцать девять гладкие такие капуста 15 рублей нагрузка 4 груши 169 мандарина 89 это тоже ничего так так ну вот здесь сухари ванильный сахар по 29 рублей желатин лавровый лист не знаю конечно какой он там у меня вроде не там упала сушеный ребра свиные 329 правда вы тогда вот эти ребра свиные по 185 было уценка в пятерке какие вкусные они фермерские какие-то такая была цена сейчас они тоже дорогие стали приправы перец там вот какие-то йогурты сыр вот вот так 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 что здесь Я просто хочу узнать что за Святаево. Тут нам написано все здорово. А чье оно? Так вот Святаево. Нет, город какой. А там не написано что ли? Там должно быть написано из ты в очках и читаешь. Святаево. А, Удмуртия, город Тижевск. И так 82 процентов. Смотри, вот состав. Партиризованные сливки и все. Давай возьмем пачечку. Ну, это 82, да? Да, ну, 119 рублей, нормально. Видишь, как нарезка. Вот это 20 грамм. Нам зачем? Мы спать из пачки его вынем. 20 грамм. Ну, если к чему-то печь, да. Кстати, надо же что-нибудь. А, так, а творога здесь? Есть. А где? Я не знаю. На курку творог. А, кстати, нам бы творог-то надо. Может, сегодня сырников испечь? У нас там одна пачка есть, он же срок годности вышел. Надо его на сырник и еще подкупить, чтобы сырники испечь. Это безжиреный ты взяла. А, безжиреный. Ну, возьмем его пачку. И вот в сырнике сегодня мы ее испечем. Надо бы еще какую-нибудь сметану. Сметану тоже есть. А где? А это сметана? Да. Сметана. Искренне ваша. Ну, что ж мы большую банку не съедим сметаны. Ну, а состав-то у него хороший. А у вас сметана 15 процентов. А давай лучше 15. Угу. Число хоть какое-то. Ну, 15 до 18 апреля. Ем. Давай. Попробуем. Ну, по крайней мере, вот, слушай, и нашу корову тоже самое здесь. Да? Нашу корову тоже самое. С такой же этой биркой. Все тоже. Кефир. Два с половиной. Вот наша корова. У нас кефир-то есть, нет? Да, я все. Я уже смотрю на кефир. 25. Так, ну, сыр у нас есть пока. Это брест-литус тоже самое. Тут бывает, что в цветопор придешь или куда-то. Там бирка, название, а она все равно отличается. Здесь то же самое. Такая же, как и родная. Не знаю. Я не вижу здесь ничего такого, что... Что-то плохо. Сыр 329 этот. Ну, в общем-то, цена такая же, как в пятерке. Вон тот вот с зеленью сыр. Не дешевле, например. Так. Сеть. 199,1 килограмм. Грибы. 99,1 килограмм. Рыба. Ну, рыба так себе здесь такая. Украина. Что-то дешевле, что-то так же, как и в пятерке. Так, томатная паста. 124 помидорка. Это 49. Мне что-нибудь надо взять. Как-нибудь. Тесто слоеное без дрожжевое. Угу. 59 рублей. Тесто слоеное без дрожжевое. И слоеное. А. А вот яички с мясом-то хочется, потому что мы их вчера ели. Вчера. Смотри. А, ну, на картинке тебе изобразят, конечно. Так, этот. Что тут еще? Грибы. Мне какой-то этот надо. Вот томатную пасту, но здесь, кроме помидорки, вот в этих жестяных банках, ничего нет. Не знаю, тесто взять, не взять. Без дрожжевое. Я лучше дрожжевое, наверное, возьму. Без дрожжевое мне тогда не понравилось. Высшего сорта из муки. И два. Два листа, что ли? Да, да, да. Состав, что тут, как тут. Хорошо ли там написано. Может, с этими... С яблоками-то испечь. Высшего сорта, вода питьевая, маргарин для своего теста. У нас, кстати, наверное, там остатки. Я не знаю, оно может быть портится, оно хоть в морозилке лежит. Ладно, не будем пока брать. Не хочу я тоже стенную банку брать. Кто-то маленькую. Нет, ладно. Так, колбаса. Черкизова московская. Ну, тут все. Да, то же самое. И цена-то такая же, как и пятерки, например. Брауншвейгская. 150 грамм. 39,90. Черкизова в нарезке 99. Ну, нам не надо никакой тут колбасы. Грудинка. Для кошек. Корм для собак. И корма. Бумага-пуалетная. 139. 109. Салфетки. 44 рубля. 200 штук. Универсальные. Салфетки. 200 штук. 44 рубля. Нам надо салфетки, нет? Нет, да, да. В этом будет. Лечебница. Ну, да, возьмем. Да, лечебница еще. Как ты ее называешь? Психохимия. Здесь кастрюльки. Стул для ванны и душа. Психохимия. Вода. 43 рубля. 5 литров. Сахарный песок. 48 рублей. Смотри. Сахарный песок. 48 рублей. Сейчас нагрузим целую эту. Вроде бы ничего не надо было. Чай. Ну, как ничего не надо было. Что-то надо было, конечно. Мука 49. Ну, мука макфа такая же точно. Мне этот чижик больше доверие вызывает, чем на этот светофор. Но цены что-то дешевле, что-то так же, да? Так. Сливки добрая буренка 10%. Лапша быстро приготовления. 9 рублей. Мне иногда так хочется. Лапши. Лапши. Вот, увижу, там где-то едят. И прям вот не могу хочу взять пачечку. И просто душу отвезти. Слушай, я хочу этой лапши пачечку взять. Душу отвезти. Иногда так хочется ее. О, пиво. 79 рублей. Светлое. Темное тоже. 79 рублей. Это это. Александр какой-то. А вот здесь паста томатная есть. А, лечо. Гренола. Лечо-гренола. Это не томатная паста. Закусочка. Деодевали. Сатэ. Деодевали. Папшино. Ну, что такое? Булгур. Папшино. 49 рублей. Это не очень чисто. зелень макароны 149 килограмм что 9 томаты резаны вино розовое сера фирма ламбруска игристая розовая полусладкая красное сухое какие-то мармелад что они такие страшные орехи лимон с имбирем 99 рублей варенье так что сейчас у нас томаты по соль зеленый горошек какая тут дата смотри месяц изготовление 19 седьмого 22 19 седьмого ну и нормально молодой написано ну седьмой месяц нормально давай возьмем да хотя здесь бундиюльно это вообще 55 рублей все все клубничное варенье джем 69 абрикос 249 масло альтера вот здесь тоже масло у нас она пятерки 119 со скидкой убрала здесь она 109 без скидки вот гречка ничего такая рис круглозерновой так вот если на суп или на кашу например круглозерновой он лучше не только этот план пока не будем мы с тобой как-нибудь приедем еще да так вот макфа тоже 49 рублей вот это вот килограмм да у нас она 60 помощи два килограмма нет у нас она за килограмм ладно пока там мука есть у меня пойдем на ту сторону посмотрим что здесь соки 159 рублей вот здесь одеяло столица текстиля 140 на 205 600 рублей одеяло подушка не знаю какого они качества трусы есть 39 носочки 129 укороченные без силиконовые хотя у меня они хоть с силиконовой впадают без силиконовые без силиконовые кастрюля термо эмулированная просто какая термо придумал банку банка с крышкой такая вот баночка без силиконовые спаги а это вот для лимона с крышкой посмотрим у меня есть такая для лимона с крышкой но она какая-то просто там маленькая тарелочка сверху крышечка у меня такая керамическая есть только я ее не пользуюсь ножницы 189 кухонные игрушка антистресса вот это вот снежный слайм для детей питательный коктейль для поврежденных волос тапочки контейнер вот такие правда пластиковый набор 129 листов так ну вот есть интуки этикетка другая она вызывает сомнения 32 рубля так средства на удалении ржавчины хорошо к тарелке крышка универсальная вот такая вот с силиконом 300 рублей так что тут еще у нас сушка для обуви электрическая детские игрушки подушки декоративные утенок пылесос тысяча рублей пылесос пила вина обраузил обраузил соответственно 389 если что то сомнительное то уже дешевле у их на это же 39 то есть вина если она то же самое да мы так и медицин старейшина дорогие друзья мы пришли из магазина приехали из магазина человек из поликлиники покажу сейчас что купили то чек не взяла цены я вам показала уже цены говорить не буду в общем получилось наша покупка вышла на 1340 рублей вот так вот два огурца огурцы там дешевле что дешевле это и взяли вот взяли фасоль печеную зеленый горошек и месяц должен быть мягкий баклажаны с овощами взяли груша конференция тоже сейчас груша дорогая по две штучки попробуем погрызем вроде бы не очень она такая мягкая мандарины в общем то я выбирала так знаю как они там внутри ну так вроде бы и ничего то есть народ там так это ходит смотрит вперед был красный перец даже по 199 рублей но разобрали бананы правда вот банан кстати у нас нет но бананы были не очень хорошие салфетки тоже здесь 200 штук ты помню 40 или 44 рубля салфетки яйца десяток яиц лимончик взял один лимон мы сейчас хорошо мне слышно или нет я думаю должно быть нормально слышно да ближе вас поставлю чтобы мне уже не кричать сильно громко сейчас пьем вот это вот утром масло оливковое с с лимоном отжимаем лимон и масло добавляем так взяли орешки капусту капуста хорошая такая вот я еще верхние листья сняла такая беленькая 15 рублей кто сажает капусту стоит 15 рублей капуста недорогая сахар тоже говорю недорогой у меня только все по сахарница пачки нет взяла сахар вроде бы зашли и так зашли посмотреть что там особенно вроде бы ничего не надо срочно но но с пустыми руками не ушли просто поставлю что было удобно в общем то что то я и при вас там брала да вы видели хлеб взяла такой вот изделие хлеба булочные отрубленные ну типа как здоровье взяла такой хлеб рулет с маком взяла две пачки лимонной кислоты нужно машинку в машинку засыпать прям две пачки и стирку ей устроить просто без белья чтобы почистить давно я это не делала ванильный сахар через пачку не пахнет два сырочка с ванилином в общем так что-то что-то посмотришь так цена дешевле раз и возьмешь вот какой-то сметану взяли искренне ваш 15 процентную сегодня на ужин сделаю сырники я говорила у меня там пачка есть городецкого маленькая пачка уже срок вышел есть не будешь или нужно сырники испечь вот взяла лапшу захотела не могу давно не брала а тут как-то в рекламе взят лапшу я же не могу прям хочу вот как наркотик прям эта лапша конечно я себя уговариваю раньше я вообще без нее жить не могла прям вкусная но потом решила что это не очень полезный продукт да еще там с этой добавка с маслом так ну вот взяла я диски а мы сейчас откроем их и посмотрим какие диски то потому что бывает возьмешь а край не прошит и оно все расползается ну нет край ничего так не разделяется совсем уже нормально пойдет пойдет так затянем диски быстро заканчиваются так ну вот такой творог взяли святаева видимо удмуртский что ли или мордовский что-то из одной этих республик хоть и дмуртский хоть и мордовский молочный продукт хороший попробуем эти ну вот масло 82 процента так вот ну масло и масло я взяла потому что может быть что-то буду печь и как раз у меня еще там есть масло какое я брала белорусское же масло вот это можно вытечку куда-то например можно и так на бутерброд 82 процента все-таки наверное лучше на бутерброд так и вот гречневая крупа тоже такая посмотрел чистенькая цена замечательная я не знаю магазин мне понравилось по крайней мере по продуктам вот так вот у меня больше доверие вызвал чем например светофор не знаю почему ну так в общем то магазин нормальный сейчас я все продукты уберу перейдем с вами в другую комнату и расскажу что мне сказала врач кардиолог так ну вот сходила я к кардиологу что она сказала я пришла она так прям улыбается ну такое чувство наверное просто ничего не хочет назначать может быть на так и обследовать вот говорит ну у вас кардиограмма ну у вас просто возрастные изменения не спросила я по сравнению с прошлой кардиограммы как у меня хуже она стала или нет что какая-то там фиброзное что-то это в общем говорит я не вижу какого-то смысла назначать вам что-то еще в общем вы говорит вот этот предуктал пропили я говорю я его пропила только вот 15 дней половина она мне на месяц назначил 15 дней я говорю у меня опять стало вот боли появились в кишечнике ну удивительно вроде бы от него не должно быть ну там в общем то написано да такие побочные ну побочные значит ну не у всех да ну говорю у меня вот так вот я бросила не стала пить ну то есть а пока я его пила вроде бы мне то ли это совпадение то ли он мне помогал не знаю было лучше вот потом вот сейчас вот я к ней пришла я говорю у меня опять вот как-то вот это какое-то колыхание какое-то это ну даже вот может у меня такая возбудимость весенние нервные не знаю может мне что-то успокоительное попить это я уже просто вам говорю я говорю ну бывает у меня там в голове в ушах ли шум не поймешь где это в ушах или в голове скорее всего в ушах она ну это не ко мне это надо к неврологу ну ладно понятно кстати когда я принимала предуктал у меня не было ну то ли опять совпадение то ли от тех таблеток у меня это прошло ну одно прошло другое как говорится и так не все в порядке с поджелудочной совсем вот ну она говорит я говорю ну вот какой то у меня не то что там колит или болит ну вот в груди как то вот бывает дышать как то вот воздуха не хватает она говорит ну вот вам конечно сезонно надо вот пропивать этот предуктал если у вас какие то боли ну может через день его принять ну так вот она мне сказала вот ну выписал ну я вот стала ей говорить ну если будет вам что то хуже тогда уже придете назначим что то какие то дополнительные обследования ну пока на мне никаких ну а в общем то можно конечно было бы что то какое то дополнительное обследование назначить да но нет она сказала я не вижу что что то вам выписывать или какие то обследования ладно будем верить врачу что делать как бы состояние говорю ну весна может быть да ну не знаю погода там вот вот весной я говорю всегда вот как то вот неважно неважно себя я вот например чувствую вроде бы у меня сейчас нет слабости ну то есть я витамин принимаю как то раньше у меня все время какая то слабость какое то вот состояние было да ну вот сейчас так вот выписала она мне вот один месяц пропить Амакор посмотрю я что это за лекарство по одной капсуле один раз в день и при болях в сердце какой то фуднофарм или суп вот не пойму такая вот буква или фуднофарм что то такое это два миллиграмма по одной таблетке два раза в день что ли при болях я говорю у меня болей то в сердце нет слава богу ну вот здесь я раньше здесь ничего не чувствовал в груди вроде все говорят обычно да вот как то на грудь должно давить если это сердце у меня вроде здесь колышется но вот именно и сегодня прям вот как то вот дыхать вот какая то как одышка не знаю ладно я говорю вроде бы и ходим там и все но наверное весна действует ну вот говорит вот если что пропейте эти таблетки ну в общем вот так и какие то дополнительные анализы что то какое то дополнительное обследование она мне это самое не назначила раньше когда я обращалась еще даже была молодая у меня что то ноги ломила как то вот вот я к ревматологу обращалась и мне выписывали по моему ремонт один а ноги знаете испортила в школе же сидели в резиновых сапогах и я наверное вот ну ревматизм у меня диагноза не был поставлен ну вот прям вот была ломота в ногах вот сейчас у меня это прошло ну вот я ремонт один принимал меня посылали на направляли посылали посылать значит знаете направляли на рентген сердца я уже не помню что там у меня было да врачи это не больно и говорят вот сейчас что она там сказала ну что то вот там фиброзное надо было у нее спросить или бы это как говорится к врачу заходишь и все забудешь что надо либо вот на руки бы эту кардиограмму например вот взять бы там ну хотя можно и сходить уже еще например кардиологу да куда-то в медицинский центр сделать кардиограмму я потому что не очень то доверяю да вот нашим врачам по месту жительства говорят здесь был другой врач хороший но он ушел в платную вот про нее не очень то такие хорошие отзывы ну не знаю вот видите наверное чтобы ничего не спросили с нее больше она прям так улыбается не до вас все хорошо вы это самое все у вас в пределах норме ну возрастное ну что значит возрастное если как ну конечно я уже как бы не при не при смерти да но такое вот состояние непонятное да ну я не вижу необходимости вам что-то назначать на какие-то обследования и не вижу необходимости назначать какие-то препараты ну вот я и когда начала рассказывать она ну пропейте вот это ну как бы чтобы уже от меня наверное отделаться я не знаю а макор кто знает надо сейчас в интернете прочитать вот да ну вот конечно и возрастное тоже но я раньше особо сердце не чувствовала сейчас вот да вот как-то какая-то одышка небольшая есть ну может быть весна весна все то там кольнет то здесь кольнет самое главное чтобы было все в разных местах и каждый день в одном и том же вот такие дела ну ладно девочки главное я сходила она меня успокоила главное чтобы был положительный настрой груда на том и живем на том и стоим не нервничать когда конечно вот когда волнение волнительно то уже и сердце соответственно ну да думаю надо наверное какой-нибудь пустырник попить хотя бы что вот это может быть действительно успокоить нервы может быть это все вот ну я вот не нервничаю у меня само по себе как-то это происходит даже вот муж порой что-то мне вот скажет даже вот из-за чего-то поспорю у меня сразу вот так вот так что вот а уж если чего случится не дай бог то наверное тут уже все выскочит а может наоборот вот как ты уже возьмешь себя в руки как я обычно делаю и все будет хорошо и есть хорошо у нас все хорошо ладно девочки на этом мы закончим всем вам желаю здоровья успехов во всех делах и всего-всего 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 хорошего спасибо что пишите мне подписывайтесь знаю что многие смотрят без подписки вот подписывайтесь для некоторых эти слова действуют как красная тряпка для быка сразу начинает подписываться вредность такая у людей есть вот уже не говорю хотите подписывайтесь хотите нет хотите пишите хотите нет но все-таки хочется чтобы был какой-то ну хоть какой-то диалог что я вот вам тут рассказываю я не обязательно там в комментариях в ответе пишу там полно на что-то отвечаю но вот все-таки я же вам много чего рассказываю да делюсь чем-то где-то мы с вами на прогулку ходим ездим куда-то вы со мной вот и хочется чтобы какая-то вот от вас тоже была отдача чтобы вы что-то написали поставили бы какой-то лайк или дизлайк уж если совсем прям ничего не понравилось вот все-таки какая-то это обратная связь я люблю читать комментарии вот чувствуется что смотрят живые люди что вы есть у меня все мои подписчики не накрученные я знаю что многие накручивают себе подписчиков не было не было потом ох скоро уже сто с лишним тысяч вот у меня подписчики все что на меня подписались конечно смотрят немногие но подписка подписка у меня подписались все добровольно все добровольно все живые не мертвые души конечно многие там может быть иногда только смотрят вот некоторые да вот без подписки смотрят и пишут а подписываться не хотят почему-то ну вот да вот накручивать бесполезно мне кажется но все равно же просмотров то нет вот если подписчиков ой боже мой а просмотров все равно же по просмотрам ориентируешься да даже вот у меня сейчас четыре тысячи там с чем-то подписчиков да и просмотров ну если прям что-то какие-то обзоры там тоже побольше если нет и 200 и 300 там просмотров ну вот так вот да конечно какие-то там тысячи может быть больше даже какие-то супер супер интересные видео особенно любят все же покупки поездки но не всегда это получается а и сад огород любит сад огород сада огорода тоже нет так что вот ладно девочки спасибо кто со мной всем пока и до новых видео и и